Ее казнили, его не просто убили, его казнили с контрольным выстрелом в голову. Подобное собрание решается очень легко и просто. Они такие все секретные, что об этом даже мы с вами знаем, а в нашей службе тем более. И, собственно, именно к таким людям, к тем, кто симпатизировал по ЧБшникам, и обращается сегодня подоля, и такие, как он, они все равно продолжают работать в этом направлении. Они все равно пытаются расколоть общество Белоруссии, стравить и вас. Понимаете, они выбрали путь у лжи, путь обмана. В результате они неизбежно обречены были прийти к террору. Без террора их власть не удержалась бы и одного дня. Они отдали землю родную для нас с вами, и, наверное, для их родителей тоже. Отдали эту землю под лабораторию, под исследовательский центр, под полигон. Вы понимаете, что они сделали? Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Андрей. Буквально совсем недавно появилась новость о том, что тело экс-депутата Украинской Рады, Ильи Кивы, обнаружили вчера в Московской области. Насколько я понял, по предварительной версии, его застрелили из пистолета с глушителем. А как вы считаете, кто может быть причастен к его убийству? Учитывая неоднозначность и гротескность самой личности или Кивы, таких желающих с ним подпитаться достаточно немало. Начиная от украинского разлива полубандитов, полубизнесменов. Он все-таки же работал в свое время в МВД. Эта структура наполовину тоже криминализирована. Ну и заканчивая, безусловно, политикой, нынешним президентом Зеленским, например, тем же, который там управляет всеми этими процессами и подписывает, скажем так, расстрельные списки для тех... или на тех людей, которые, по его мнению, мнение его соглядатаев и его подельников, являются опасными. В свое время в этих списках был и, наверное, остается Александр Дугин, чью дочь они взорвали Дашу. Был Латлен Татарский, они его уничтожили. Был Олег Царев, они попытались его уничтожить, не получилось. Вот сейчас мы знаем Илья Кива. До этого они пытались сальдо отравить губернатора Херсона. Они, кстати, вчера же убили Олега Попова, депутата в Народной Республике. В общем, там они постоянно ведут эту работу. А за эти 10 лет, ну там 9 лет слишком, после Майдана, уже очень много людей они уничтожили, начиная с первых таких расстрелов, показательных казней. А это была казнь. Илью казнили, его не просто убили, его казнили с контрольным выстрелом в голову. Они также казнили в свое время там Олесю Бузину. Конечно, сравнивать их не стоит, наверное, потому что все-таки Олесь, он не был такой метущейся душой, как Илья. Он был последовательным малоросом, который именно своей крепостью духа, своей силой, он раздражал, конечно, нацистскую власть. И она не могла себе просто позволить, чтобы по центру Киева ходил и жил ее настоящий сын Киева, Олесь. И они его убили, казнили перед всеми. И потом еще и на руках с криками «Гэть!» или что-то там у них было «Гэй!». Не знаю, что там они кричали. Но героизировали его убийц, вынесли прямо из здания суда, и они до сих пор, естественно, на свободе. С Киевой поступили по-другому. Но я предполагаю, что все-таки источник угрозы одинаковый. Это нацистская власть. И Киева, понимаете, он же своим примером мог вдохновить и остальных вчерашних, скажем так, симпатиков, а может быть, даже и участников этой нацистской власти, на то, чтобы переходить на сторону добра, на сторону света. Но они никак не могли позволить этому существовать. Вот если придерживаться этого вашего предположения, что за убийством Ильи Кивы стоит киевская власть, то тут прослеживаются те же методы, ну, как вы уже отметили, убийство Дарьи Дугиной, убийство Владлены Татарского, покушение на Прилепина, тоже было такое. А почему они выбирают именно такие цели, как вы считаете? Ну, я по этому поводу писал как раз материал. Правда, его написал у себя на странице в Дзен. В этой статье я тоже препарировал эту тему. В чем же логика действий украинской власти? Почему убивают именно вот этих ребят? Вы знаете, удивительным образом я нашел очень много общего между всеми ими в русском факторе. Ведь, смотрите, вот начнем с Олеся Бузины. Это был носитель русской идеи, русской идентичности, русского Киева, да, малороса. Дальше. Там же рядышком еще они практически чуть ли не в один день были убиты. Еще Олег Калашников, он в свое время пытался организовать бессмертный полк, в 2015 году в Киеве. Его за это, собственно, и убили. Потом мы идем с вами, вспоминаем, там, Александра Захарченко, Гиви, Моторола. Это, я сейчас называю, этих людей, которых я там или лично знал, или с ними пересекался. Да, вот, ну и, конечно же, Дашенька Дугина, там, Владлен Татарский. Но Гиви, Моторола, Захарченко, они были военными, ну, то есть, фактически участвовали в боевом действии. Да, они были не во время перестрелки, их именно терактом взорвали. То есть, это все, это все серия терактов. Да, где-то взрывают, где-то расстреливают. Ну, вот, сегодня мы обсуждаем с вами Киеву. Я не знаю, кого будем завтра обсуждать, но я думаю, что и я в этих списках тоже наверняка нахожусь. Но дело не в этом. Дело в том, что этих людей всех, на мой взгляд, объединяет русский фактор. Они все являлись носителями в той или иной степени именно вот этого русского начала, от которого так пытаются откреститься и с которым пытаются бороться украинские нацистские власти во главе с Западом. Русское начало несет для них угрозу, потому что правда-то за нами. Понимаете, они выбрали путь лжи, путь обмана. В результате они неизбежно обречены были прийти к террору. Без террора их власть не удержалась бы и одного дня. Только на страхе, только на крови они могут еще оставаться во власти. Но тоже эта петля все равно сдавливается, и рано или поздно сдавится на их шеи. Слава тебе, Господи, на самом деле здесь надо отдать должное. Александр Григорьевич, молодец. Я сравниваю, понимаете, Лукашенко и Януковича. Ну, Янукович поджал хвост, сбежал и всех кинул. И Лукашенко с автоматом в руках и с сыном рядом, который встал на защиту своего народа. Ну, почувствуйте разницу, как говорится. Ну, о Путине я вообще не говорю, конечно, это глыбища, титан просто мирового уровня. То есть мы с вами сегодня, вот наши народы являемся, на отражении нас являются наши лидеры. Раз уж коснулись, так скажем, отношений Украины и Беларуси, Подоляк считает по-другому. То есть он не так давно заявил о том, что Беларусь и Украина должны вместе стремиться к какому-то общему, как он сказал, европейскому будущему. Ну, примерно такая была мысль, точно не процитирую сейчас. А какое дело подалеку до будущего Беларуси? Ну, как-то, слушайте. В любом случае, вспомните эти события, когда БЧБшники у вас пытались провести госпереворот. Но они же не с другой планеты пролетели, правильно? Те люди, которые водили хороводы по Минску, по другим городам. Это же... И они же никуда не уехали, кстати, многие. Они же остались жить. И, собственно, именно к таким людям, к тем, кто симпатизировал БЧБшникам и обращается сегодня подалек, такие, как он, они все равно продолжают работать в этом направлении. Они все равно пытаются расколоть общество Беларуси, и стравить и вас в гражданской войне, чтобы вы начали резать глотки друг другу, так как они это делали и делают, для них очень важно, чтобы и Белоруссия тоже полыхала, чтобы и в Белоруссии было ужасно, чтобы люди страдали, чтобы они, угробившие свою страну на фоне полыхающей Белоруссии, выглядели не так ужасно, понимаете? Поэтому, конечно, он это делает исключительно из этих соображений, чтобы поддержать, скажем так, симпатиков своих. В истории России мы можем с вами назвать, например, известный академик Лев Тихомиров, который является одним из апологетов теории русского мира, вообще философии русской. Человек, который был абсолютным прозападником, который получил то, чего хотел, уехал на Запад, попытался там жить и понял, что Запад – это красивая обертка, за которой, как только ты разворачиваешь, там огромный ужас, катастрофа, субстанция, все самое ужасное, то есть фактически ад, обертка рая, а за кулисами ад, понимаете? И он вернулся потом в Россию и стал одним из столпов русской консервативной мысли. Сегодня, кстати, среди наших бегунков, которые бежали из России в свое время, в том числе и в Белоруссию, уже 40%, говорят, вернулось. И, кстати, среди тех, кто поливал Россию грязью и рассказывал о том, что Россия, как они говорят, рашка-говняшка, вот эту всю эту гадость, некоторые из них начали включать задние, говорили, что были неправы. Некоторые, и актеры об этом уже говорят, и бывшие КВНщики. То есть, постепенно окунувшись в тот субстрат, о котором они мечтали, они начинают понимать, что это далеко не жилей, не молочные реки с кисельными берегами, а что-то другое, очень липкое, грязное, вонючее и лживое. Мне кажется, знаете, что в данном случае проблема в другом, в том, что там денежек не заработать с таких, какие они зарабатывают здесь. Ну, востребованности нет просто у западной публики. Согласен, и в этом тоже причина, но я все-таки, знаете, я, поскольку неисправимый романтик еще со времен Украины, и верю в человека, в человеческие какие-то качества, мне хочется надеяться, что все-таки они не ради денег начали переосмысливать свое бытие, а просто по-настоящему его переосмысливать. Они говорили о свободе. Да нет там никакой свободы. Они говорили о сытой жизни. Да нет там для них сытой жизни. Нет. Это была иллюзия сытой жизни, как вы правильно сказали, пока они могли поливать грязью Россию, но бабки свои складывать именно здесь. А как только их отсекли от этих денежных потоков, все. Знаете, я вспоминаю по этому поводу слова Ивана Солоневича, замечательного русского философа. Он говорил когда-то про гитлеровцев, что когда, а он наблюдал нюрнбергский процесс своими глазами, он говорил, что когда на скамье подсудимых оказались вчерашние гауляйтеры, все эти офицеры вермахта, все эти сверхчеловеки, то на поверху это оказались обычные убийцы, мародеры, воры и бандиты. Вот, собственно говоря, и среди вот этих вот ребят-бегунков, любителей верхнего или нижнего ласа, да, они тоже сейчас делятся на тех, кто искренне раскаивается и понимает, что что-то не то, и старается теперь вернуться и перенастроить свою жизнь. А есть те, которые, конечно, подлецы, вот таким вот веры нет, таким нельзя давать микрофон, таким нельзя давать эфир, потому что, к сожалению огромному, наша молодежь очень падка на всякого рода мерзость. Да и как любая молодежь, они очень управляемые, и в них очень легко засунуть это семя зла, семя неправды, которая потом может произрасти и вырасти в совершенно как-то исковерканных и бесчеловечных формах. Поэтому я предполагаю, что все-таки надо ко всем очень серьезно присматриваться. И если уж действительно эти люди, как они говорят, возлюбили Россию, ну что ж, не вопрос, пожалуйста, но только теперь верой и правдой всю свою оставшуюся жизнь, как это и должно быть, доказывайте, что вы действительно ее любите, и служите ей не за бабки, как раньше, а действительно верой и правдой. И вот тогда посмотрим, тогда русский народ будет уже смотреть, как говорится, как к вам относиться. Ну, я не могу не согласиться с вами, безусловно, есть те, кто раскаялся, действительно раскаялся, а есть те, кто не только не раскаялся, но и наоборот продолжает гнуть то же самое. Вот недавно буквально наткнулся в сети на отрывок интервью с Дмитрием Быковым, знаете такого, я думаю, и когда у него спросили, когда ты вернешься в Россию, он сказал, что я вернусь туда только когда этого режима не будет. Ну, то есть и такие заявления некоторые делают. Ну, то есть никогда. Ну, и хорошо, и слава богу. Слушайте, знаете, вот эти вот всякие Быковы типа, конечно, позорящие фамилии, что тут говорить, я знаю Леонида Быкова, великого режиссера, актера замечательного, прекрасные фильмы, вот, я знаю Ролана Быкова, ну, не лично, но мой отец, кстати, лично Леонида Быкова знал, Ролана Быкова, великого актера. То есть таких Быковых я знаю. А вот это недоразумение, это как раз тот пример, о котором я говорил, что, и более того, то, что он там пописывает, ну, честно вам скажу, я все-таки феолог по первому образованию, кинорежиссер по второму, ну, нет, некуда там глазу упасть, чтобы было что-то прочитать серьезное. Ну, абсолютная банальщина с претензией на какие-то экзерсисы, понимаете, литературные какие-то такие макраме. Ни о чем, ни уму, ни сердцу, но тут же главное не это, тут же главное, чтобы ему руку плескали на Западе. Так вот, по поводу судьбы вот таких вот Быковых, вы знаете, я даже, вот, мне даже их не жалко. Вы знаете, я обычно, когда человек ошибается, там, или кому-то, когда я вижу, когда кому-то больно, ну, мне жалко человека, и хочется даже помочь. А здесь даже не жалко. У меня гораздо больше заботит судьба тех людей, которые перешли, скажем так, из лагеря, ну, как Кива, например, да, перешли из лагеря наших врагов в наших соратников-союзников. Вот, эти люди мне больше интересны, мне с ними есть о чем поговорить, потому что они прошли очень тяжелый и непростой путь трансформации, принятия решений, действий соответствующих. А здесь, ну, просто даже не о чем говорить. Если вернуться все-таки к этому заявлению подалека, о котором мы с вами говорили ранее, вы сказали, что да, у них действительно есть заинтересованность в БЧБшниках, так называемых наших, но это подтверждают и факты. Например, вот недавно появилась информация, не знаю, слышали вы, нет, о том, что в Киеве в Академии наук проходила, ну, законспирированная, как они считали, встреча, которая была организована ГУРМО, ГУРМО всем известным и СБУ тоже всем известным. И на ней присутствовали белорусские террористы, которые организовывают свои полки, хоругви и все такое прочее для того, чтобы якобы воевать на Украине. Хотя, ну, их участие в этом конфликте, знаете, оно многими ставится под сомнение. Их еще в шутку называют тикток войсками, но не в этом суть. Так вот, на вот этой вот конференции, как они ее громко обозвали, там присутствовали в том числе и два нардепа Рады. И речь шла о том, что, ну, пора бы этим товарищам действовать активнее и, наверное, военным путем вторгаться в Беларусь. Насколько я понял, замысел был следующий. Они будут входить туда якобы под этими своими белокрасными знаменами, и под шумок туда войдут и украинцы, ну, либо, может быть, войска НАТО. Речь шла примерно о чем-то таком. Ну, зачем? В чем суть открытия вот этого вот второго фронта? Для чего им это нужно? На мой взгляд, нет там никакого второго фронта, потому что, если посадить всех этих ваших БЧБшников на Украине в поезд, если он пойдет под откос, то на этом все ваше БЧБ-движение закончится. То есть они даже поезда толком не наберут. Может быть, всего пару вагонов, да и то, как не пломберу. То есть это не настолько серьезно, чтобы можно было бы переживать, но, с другой стороны, это достаточно интересно с точки зрения научного исследования. То есть, потому что вы правильно совершенно, на мой взгляд, акцентируете внимание, что такие, как они, это их задача прикрытия, да, чтобы под их маркой, под их флагами, как они говорят, хоругами, то есть это называется, дискредитируют, ну, бесы самые настоящие, да, святые хоругли. Ну, вот, чтобы под их масками заходили другие настоящие, там, да, бандиты, да, западные или кормящиеся с западной руки. Но, вы понимаете, у Украины нет сил, чтобы воевать на нашем фронте. Так я только хотел сказать, что у них-то на один фронт сил-то не хватает, куда второй? Да. А на вас, более того, подобное собрание решается очень легко и просто. Они такие все секретные, что об этом даже мы с вами знаем, а уж наши службы тем более. Если говорить все-таки о попытках, Запад настроен играть в долгую, чтобы вы это понимали. В свое время, ну, вот я исследовал вопрос, как же они боролись с Советским Союзом, вот он одна из, скажем так, одно из направлений, в 1947 году создается ЦРУ, да, и там, уже там было в ЦРУ создано подразделение целое, которое занималось украинской диаспорой. Они для них издавали газеты, они проводили разного рода международные форумы, куда приглашали разные страны и народы, свободные от советской, от коммунизма, да, всей этой истории. Они качали, 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 покупали известных людей, старались их перекупать. Целый отдел работал по программе, скажем так, ну, не скажу, что совращение, но как-то правильно сказать, чтобы известные люди Советского Союза уезжали жить на Запад с помпой, да, там бежали от ужасного совка. Это был целый отдел, особенно если это были дети каких-нибудь известных политиков советского времени, ну вот и так далее. То есть они этим занимались серьезно, занимались, как вы видите, с 47-го года, Союз грохнулся в 91-й. Там причин было много, безусловно, но одна из, это в том числе вот эта планомерная, более чем 50-летняя работа в данном направлении. Они хотят продолжить эту работу, они готовы, если надо работать и 30, и 20, и 40, и 50 лет, до тех пор, пока не добьются своего. Потом они дальше готовы, еще 50, стоит работать. Какой вывод напрашивается в этой ситуации? Что нам бы тоже надо было бы начинать работать в этом направлении. И не только военным путем, но и другими путями, и идеологическим, и публицистическим, и историческим, и научным, и еще масса-масса путей, где мы должны быть максимально активны. Прежде всего, в культурном пространстве. Не могу с вами не согласиться. Знаете, я часто слышу такую точку зрения, что раз уж они ведут против нас вот эти свои информационно-психологические войны, то почему бы и нам не делать то же самое на их территории? Но здесь, наверное, проблема в том, что инструменты в этих войнах, они-то принадлежат им, YouTube тот же самый, Twitter, Facebook. Не совсем. Вы знаете, не совсем. Все-таки есть еще страны, где они полноправно не властвуют. Бывшие советские республики. Но там же есть определенная степень свободы у нас. И там невозможно оправдываться, что нам что-то не принадлежит. Мы можем совершенно спокойно разворачивать. Могли бы свое культурное взаимодействие, свою активную работу по продвижению нашего цивилизационного кода. Но этого не происходит. Вот я еще, знаете, хотел у вас узнать. Если говорить об отношениях Беларуси и Украины, то, ну, думаю, нет смысла спорить, что Беларусь делала очень многое. Сначала, чтобы не допустить разрастания конфликта на Донбассе, а потом, чтобы этот конфликт как-то более-менее урегулировать в начале СВО, когда мы предоставляли в том числе и переговорные площадки. А почему украинское руководство не только, оно же не только не оценило вот эти шаги Беларуси, более того, оно сейчас работает против нашей страны. Почему? Да потому что это не украинское руководство. Потому что это гауляйтеры, согласованные с Вашингтоном. Украина в этом смысле площадка. А люди, которые сегодня правят Украиной, это выруси, это предатели, это враги. Почему? Потому что они отдали землю родную для нас с вами. И, наверное, для их родителей тоже. Отдали эту землю под лабораторию, под исследовательский центр, под полигон. Вы понимаете, что они сделали? И людей, живущих там, отдали под подопытных крыс, если хотите, на которых ставят опыты, начиная биолаборатории, которых, например, 15 штук понаоткрывали Америкосы, да, заканчивая просто военными опытами. Ведь там же испытываются в режиме реальных боевых действий западное оружие в столкновении с нами. Вы понимаете, они же там не просто так дают, они же дают и специально исследуют траекторию полета, скорость реакции, работу космической разведки, работу авиации, работу артиллерии. И это все графики рисуют, пишут, снимают, фотографируют, спутники висят, самолеты-разведчики работают. Это все специально делается для того, чтобы все это дело исследовать для будущей войны. Сегодня Байден говорит о том, что после победы на Украине Россия неизбежно столкнется с НАТО. Сегодня Остин говорит, ну, глава Министерства обороны США говорит то же самое, Столтенберг говорит то же самое, глава НАТО. То есть они готовятся к войне с нами. Кстати, наш глава ФСБ Патрушев тоже об этом говорил буквально полгода назад, говорил, что Запад не отказался от своих планов войти в прямое боестолкновение с Россией. Они готовятся к войне. И для этого Украина ими используется как исследовательский центр будущей войны. А потом, я думаю, когда мы закончим на Украине, они попытаются уже, хотя я думаю, не исключено, что они попытаются уже на Украине с нами начинать воевать в прямом боестолкновении. У них не получилось, они бы хотели, если честно, и в Белоруссии такое делать. Но просто у вас власть, действительно любящая свой народ, не позволяющая превращать вас там в полигон, или, кстати, в кладбище ядерных отходов, вот как это, например, сделали на Украине, в Закарпатье, Хмельницкую, по-моему, Тернопольскую и Ровенскую области. Они продали Соросу там 40 миллионов квадратных километров, кажется, если не ошибаюсь, под ядерные отходы. То есть, вот захоронение ядерных отходов и химических в том числе. Поэтому, понимаете, просто они планируют с нами воевать. Это не фигура речи, это не пугалка, это данность, с которой мы имеем дело. Это просто вопрос времени. Вопрос времени. Беседа была очень интересной. Спасибо вам большое, Юрий, за ваши ответы и за то, что выделили нам время. Да, храни вас Господь. Спасибо за просмотр!